Умный и устойчивый город. Что нужно сделать, чтобы его создать? И сколько это будет стоить? Об этом говорят сегодня в Минске участники специализированного форума. Умный город призван упростить жизнь гражданам. Это и передвижение, и вопросы безопасности, и, конечно, IT-технологии. Согласно исследованиям, к 2020 году количество умных городов на планете вырастет до 600. У Минска и наших областных центров есть все шансы попасть в их число, отмечают эксперты. Международный союз электросвязи даже готов оказывать техническую поддержку. У нашей страны уже есть опыт внедрения смарт-технологий. Это, в частности, белорусская интегрированная сервисно-расчетная система. Министр связи и информатизации отметил, что со временем в Беларуси появятся не только умные города, но и умные деревни. Главная задача Министерства связи и информатизации – это стирание границ между городом и деревней. Вот та инфраструктура, которой мы непосредственно занимаемся, ее цель и направлена на то, чтобы все услуги, которые получаете вы здесь в Минске, могли получать и жители деревень. Безусловно, это время. Безусловно, это все хотелось бы завтра, но это требует времени. Но задача такая есть. Опытом в Минске сегодня делятся эксперты из Кореи, России, США, Греции, Канады. Форум продлится до четверга. Редактор субтитров А.Семкин